Прокопия Надежда Прокопия Надежда Прокопия Надежда Прокопия Надежда Прокопия Надежда Прокопия Надежда форума мероприятия. Мы предполагали, что форум будет проходить в очном формате, однако все-таки ситуация эпидемиологическая непростая, поэтому организаторы приняли участие проводить форум в режиме дистанционном, поэтому секция наша номер 2 будет выходить в режиме записи. И все желающие смогут посмотреть ее и на сайтах организаторов, на сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков, и на сайте МГСУ, я полагаю. То есть мы с вами выступаем, демонстрируем свои слайды, и потом будет формироваться именно в системе записи все наше мероприятие. Поэтому вы не переживайте, пожалуйста, если будут какие-то паузы технические, смогут все это скорректировать. Вот, поэтому такие вот новые условия нашей работы, нашего существования. Но я надеюсь, что это не повлияет на эффективность нашего мероприятия, и мы все, кто планировал выступить на секции сегодняшней, обязательно выступят. Ольга Михайловна, вы готовы? Да, я почти готова. Надежда Александровна, простите, вы презентацию видите? Я презентацию не вижу. Сейчас, наверное, нужно вызвать сейчас техническую поддержку. Значит, я непросто присоединила. Демонстрация экрана, пожалуйста, нажмите, и будет видно ваш рабочий стол. Экран. Я нажимаю экран. Демонстрация экрана. Да, я пока расскажу про программу сегодняшнюю. Как я уже сказала, секция номер два называется «Развитие образования и науки в изыскательских сферах деятельности». Пока мы видим ваш рабочий стол и почту электронную открытую, вот сейчас видим, значит, слайды. А перед тем, как Ольга Михайловна, повторюсь еще раз, директор Центра развития профессиональных квалификаций ФГБУ в НИИ труда, Минтруда России, следующим докладчиком будет Диана Романовна. Вы, пожалуйста, готовьтесь. Ольга Михайловна. Да, уважаемые коллеги, спасибо, пожалуйста, за терпение. Ну вот у меня такие технические неполадки. В порядке. Собственно, уже седьмой год у нас в стране активно развивается система квалификации и профессиональный стандарт является ее основным элементом. Это многофункциональный документ, который используется в различных сферах деятельности, различными категориями собственно граждан. И, естественно, причины актуализации тех квалификационных характеристик, которые существовали и существуют сейчас. Мы сейчас находимся в такой, скажем, переходный период, когда действуют и старые справочники, мы переходим постепенно к стандартам. И, конечно же, развитие технологий и техники, обновление содержания профессиональной деятельности, изменяются требования к квалификации сотрудников. Ну и основное, конечно, это назрела необходимость учета требований рынка труда в системе образования. То есть у нас профессиональный стандарт – это документ, который определяется результатом развития квалификационных характеристик. Но я не буду останавливаться подробно на всех особенностях. Скажу одну основную. Важно, что профессиональные стандарты разрабатывают носители профессий. И в профессионально-общественном обсуждении участвует широкий круг заинтересованных сторон, организаций. И участвуют все организации от больших и маленьких, от ключевых. Это важно. Значит, на сегодняшний день у нас сформирована нормативная, методическая, создана база, созданы информационные ресурсы. 1361 стандарт в 34 областях профессиональной деятельности разработаны. И на их основе разработаны более 2000 квалификаций. По некоторым областям профессиональной деятельности профессиональные стандарты только начинают разрабатываться. Для некоторых областей уже накоплено достаточно большое количество профессиональных стандартов. Важно отметить, что профессиональный стандарт является тем механизмом, который транслирует требования рынка труда в сферу образования. И законодательство определило роль работодателей в этом процессе. То есть они играют важную роль. Я не просто говорила об особенностях разработки профессиональных стандартов, обратила внимание, что обсуждение профессиональное является очень важным. И важно, что требования профессиональных стандартов, это обеспечивает законодательство, учитывается в сфере образования. В соответствии с правилами разработки, это постановление правительства, все профессиональные стандарты направляются в Министерство образования и Министерство просвещения. И на основе профессиональных стандартов разрабатываются федеральные государственные образовательные стандарты, программы образовательного дополнительного образования и обучения. И можно сказать, что на сегодняшний день образовалась система профессиональных стандартов. Как раз она обеспечивает сопряжение с рынка труда и рынка образования. И в этом процессе большую роль играют, конечно же, советы профессиональным квалификациям. Мы знаем, что у нас в стране создан, если кто не знает, я скажу, создан совет в 2014 году. Национальный совет по профессиональным квалификациям, который занимается различными вопросами развития профессиональных квалификаций. Через национальный совет проходят все наши стандарты. Создано 39 СПК в различных отраслях. Недавно создан ваш СПК. Он создан недавно, но сделал очень много, очень активный СПК. Мы, наш ГМИ сотрудничает с вами. Большое, огромное вам спасибо за вашу работу, потому что вы очень активно, очень качественно делаете свою работу. И мне кажется, вот в этом процессе, в процессе как раз сопряжения двух сфер, СПК является вот тем связующим звеном, который соединяет эти две сферы. Потому что в соответствии с нормативной базой, первая основная функция СПК – это, конечно, актуализация, ну не основная, но очень важная, актуализация и разработка профессиональных стандартов, развитие профессионально-общественной аккредитации, системы профессионально-общественной аккредитации. И одним из таких ведущих направлений – это как раз мониторинг рынка труда, на основе которого СПК получает информацию о новых и перспективных профессиях, о необходимости разработать те или иные стандарты, или, может быть, актуализировать уже существующие. И все эти требования, которые определены в профессиональных стандартах, учитываются в системе образования при разработке в ГОС и образовательных программ. Ну, еще несколько слов скажу о применении профессиональных стандартов. Очень активно они стали применяться с 2016 года. Было утверждено постановление 584-м об особенностях применения профессиональных стандартов в госсекторе. Минтруд, Минтруда совместно, по поручению Минтруда и совместно с СПК проводили мониторинги применения профессиональных стандартов. И вот если сравнить два года, то этот процесс идет активнее в 2019 году. Работодатели применяют профессиональные стандарты по всем направлениям кадровой работы. Значит, еще несколько слов о справочнике профессии, о государственном информационном ресурсе. Он сначала существовал как приказ Минтруда, а сейчас он существует как ресурс, где также расположена информация в этом ресурсе о профессиях по различным отраслям. Есть там и отрасль ваша, к которой относится ваш совет. И, значит, на этом ресурсе расположена информация о писании профессий, о том, какие стандарты разработаны, туда заносится информация наряду с реестром стандартов и в справочниках профессий. Расположена информация, размещена информация о ВГОСах, этот ресурс сопряжен с работой России поискового вакансий. Ну и размещается различная интересная информация. Ну а какие перспективные развития системы профессиональных стандартов? Ну это, конечно, самый больной вопрос, это сокращение срока, это реализация пилотного проекта. Я надеюсь, что уже постановление утверждено по поручению президента обновить профессиональные стандарты и разработать на их основе ВГОС и образовательные программы. Ну, конечно, очень важный момент, я об этом говорила, это является таким приоритетным направлением и задачей СПК, и не только, это мониторинг развития профессии, и мониторинг профессионально-квалификационной сферы. Эту работу проводим мы совместно с СПК, и расширение консультационной методической поддержки, и, естественно, мониторинг применения профессиональных стандартов, и тиражение в уровне лучшего опыта применения стандартов. Ну и, конечно же, развитие сайтов профессиональные стандарты и разработка профессиональных стандартов и квалификации. Это вот основные такие направления развития системы наших профессиональных стандартов. Ну, собственно, кратко вот я рассказала о той ситуации, которая сейчас у нас сложилась в стране относительно профессиональных стандартов и национальной системы. Спасибо. Ольга Михайловна, большое спасибо вам за доклад. Я еще раз напомню, что Ольга Михайловна – директор Центра развития профессиональных квалификаций в НИИ труда, Минтруда России. Должен сказать, что действительно мы взаимодействуем, на пресс активно взаимодействуют с НИИ труда в вопросах разработки профессиональных стандартов, актуализации профессиональных стандартов, формирования и ведения справочника, а, конечно же, проведения мониторинга рынка труда по вопросу потребностей в квалификации. На сегодняшний день, как вы знаете, национальная система квалификаций существует в Третьей Федерации, где на замену единых квалификационных справочников приходят профессиональные стандарты. Ольга Михайловна как раз рассказала о политике, которая проводится в государстве по вопросу замены старевших требований к квалификации специалистов на новые требования, которые как раз зафиксируются в таком документе, как профессиональный стандарт. Особенность профессионального стандарта в том, что профессиональный стандарт разрабатывается профессиональным сообществом. И Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в течение года уже выполняет функции Совета по профессиональным квалификациям в сфере инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования. Поэтому мы, по сути своей, таким образом являемся организацией, которая несет ответственность за то, чтобы те требования, которые рынок предъявляют к специалистам, а занятым особенно в сфере инженерных изысканий, они активно внедрялись. Как сказала Ольга Михайловна, профессиональный стандарт является основанием для разработки федеральных государственных образовательных стандартов, для их актуализации, для разработки программ дополнительного профессионального образования. Должна сказать, что сегодня время, когда происходило открытие нашего российского форума изыскателей, на котором присутствовал министр строительства и ЖКХ Владимир Владимирович Якушев, он как раз определил, что необходимо полноценно подпитать отрасль кадрами, особенно в сфере инженерных изысканий, потому что отрасль испытывает голод. Мы знаем, что образовательные учреждения ведут подготовку специалистов для сферы инженерных изысканий, но направления подготовки для отрасли строительства, такого направления нет. И поскольку мы проводим сегодня российские форумы изыскателей на площадке МГСУ, который является научно-исследовательским университетом, также почетный ректор господин Тереченко сегодня отметил, что есть потребность в том, чтобы подобные направления, направления подготовки специалистов именно для инженерных изысканий, для градостроительной деятельности, что такие направления появлялись. И этому будет способствовать, безусловно, деятельность по разработке профессиональных стандартов. И мы сегодня поговорим и о разработке профессиональных стандартов, и поговорим о подготовке специалистов в высшей школе. Но сейчас мне бы хотелось предоставить слово Рутюнян Диане Романовне, которая является заместителем руководителя Центра профессионального мастерства КСТ «Этнос колледж». Она также является региональным экспертом WorldSkills города Москвы по компетенции геодезия. Дело в том, что сегодня на нашей секции принимают участие представители высшей школы, но у нас только один представитель, именно колледжа, поскольку направление подготовки также реализуется и на уровне среднего профессионального образования. Диана Романовна, попрошу вас выступить с докладом. Здравствуйте, уважаемые господицы. Меня хорошо слышно? Да, вас слышно. Отлично. Сейчас я буду переключить презентацию. Так, нужно переключить, наверное, презентацию, да. Нет, все, у меня отключилось. Отлично. Угу. Ладно, инсайт навыки в области геоптического искания студентов СПО. Давайте для начала значение слова «изыскатель». Словарь Ушакова определяет это понятие как человек, занимающийся изысканием в какой-либо области, а также определяет процесс поиска исследований. Таким образом, получается, что изыскатели – это люди, которые занимаются поиском и исследованием в самых разных сферах человеческой жизни. Теперь давайте займемся изысканиями. На сегодняшний день задача изыскателей состоит в том, чтобы правильно включиться в общий процесс развития, проявить оборудование и своевременно приобрести необходимые знания и навыки. В колледже современных технологий обучающимся представляется такая возможность обучить работу и применять их в дальнейшем на практике. В настоящее время для России особенно актуальным является вопрос вредно способного и эффективно функционирующего сектора исследований, который бы обеспечил в полной мере процесс технологической модернизации российской экономики. Все относятся к категории стран со средним уровнем научного развития. Это подтверждается особенностями финансирования науки в разных странах мира. В данных на рисунке видно, что доля расходов на науку в России существенно ниже, разве так не только европейских стран, но и США и Японии. В данном случае был проведен анализ численности научных сотрудников в России и за рубежом. На рисунке видно, что количество научных сотрудников на душе и соответствует среднем мировому показателю. Растущие информационные потоки и высокотехнологические производства потребуют специалистов на следующем базовом уровне образованности, профессионально-мобильных, обладающих обширными коммуникативными умениями и навыками. Вместе с этим коллективный подъем архитектурно-строительной сферы потребовал существенного развития системы профессионального образования по всему спектру профильных специальностей. На сегодняшний день система среднего профессионального образования заняла прочное положение в образовательном комплексе. Существуют как государственные, так и частные учебные заведения. Разрабатываются новые образовательные стандарты, а также создается база для дальнейшего развития. По данным Росстат, в России насчитывается около 4,5 организаций, осуществляющих деятельность по программам среднего профессионального образования. В 2012 году перед системой СПО установлена задача по внедрению стандартов WorldSkills Russia при проведении сквозной оценки уровня подготовки учащихся в систему профессионального образования. Это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты. А в 2017 году около 14 участников колледжей и техникум впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По сути, выпускники прошли через единственную в России оценку практических навыков. По итогам испытания студенты получили скилл с паспорта, а работодатели получили четкую информацию о практике молодых специалистов. Освоенные умения и навыки выпускников колледжа современных соответствуют трудовым функциям диабезиста, также соответствуют отраслевым профессиональным стандартам и перекликаются с умениями и навыками, соответствующими к стандартам. Добиваемся мы таких высоких результатов получения знаний на основе современных образовательных технологий в области георгических изысканий посредством множества фонов занятий. Результаты сдачи экзаменов выпускников колледжа современных технологий вы можете видеть на слайде. В среднем также увеличивается из года в год сложность задания с внедрением современных технологий. Студенты выполняют комплекс инженерно-географических изысканий в современном передовом оборудовании и дальнейшая обработка результатов, применяя программное обеспечение КРЭД. Мы обеспечиваем должный уровень подготовки, его эффективности и конкурентоспособности. Современные требования, которые продиктованы рынком труда, вызывают в обществе не совершенствовать систему среднего профессионального образования. Для этого мы решаем появившиеся проблемы в следующем образом. Включаем в образовательный процесс большинство практических дисциплин для более глубокого погружения в профессию, привлекаем специалистов и сотрудников предприятий, которые могут продемонстрировать свои инженения, тем самым развиваем практику ориентированной направленности. Разрабатываем совместно с работодателями программу по трудоустройству выпускников. Мы организовываем производственные практики на реальных рабочих местах в дальнейшем трудоустройстве. Также хочется отметить, что 20% обучающихся, окончивших специальные постации зданий и сооружений, трудоустроиваются на работу, связанных с геодрическими изысканиями. Наши выпускники, кольжи современных технологий, готовы к работе, способны осуществлять геодрические исследования, окружающей среды, разрабатывать проектную документацию, умеют пользоваться современными геодрическими приборами, продуктами, используемыми при подготовке инженерно-изыскательной документации и понимают взаимосвязь между строительными стандартами и проведением инженерно-геодрических исследований. На фотографиях вы можете увидеть, как наши студенты применяют на свои знания. Доклад окончен. Диана Романовна, благодарю за доклад. Хотелось бы услышать также, что колледж ведет подготовку по каким направлениям, и вопрос в части подготовки именно программ, повышение квалификации взрослого населения. Пожалуйста, вот это осветите еще в докладе. Да, конечно. Ну, если говорить про инженерные... Колледж готовит у выпускников специальности строительства, эксплуатации зданий, сооружений, производства металлических строительных конструкций и рабочих квалификаций профессии, квалификация маляр, штукатур, плотник, сварщик, анатурщик. Это, если говорить про строительную направленность. По этим же направлениям у нас есть малышки для людей разных возрастов. А в области геодезии? В области геодезии у нас есть программа дополнительного образования, как так и называется, геодезия, где они могут на практике применить свои знания на современном передовом оборудовании. Это именно программы повышения квалификации для взрослого населения? Да. Да. А какое оборудование и в части цифры обучаете ли вы именно взрослые населения? Любую категорию граждан. А если говорить про оборудование, то у нас пассиометры и инженерные, и роботизированные. Программное обеспечение КРЕД у нас. Помогут люди обучаться. Все геодезическое оборудование на базе нашего колледжа имеется. Но это имеет особую ценность, потому что все-таки мы понимаем, что есть потребность в специалистах, которые будут владеть навыками пользования цифровыми технологиями, технологиями информационного моделирования. И очень важно, чтобы именно в учебных заведениях, особенно на уровне СПО, среднего профессионального образования, взрослые люди могли повысить свою квалификацию, потому что у нас технический процесс прогресс совершенствует требования. И когда мы сейчас занимаемся разработкой, актуализацией профессиональных стандартов для специалистов, занятых в сфере инженерных изысканий для градостроительной деятельности, то понимаем, что они будут служить также и ориентиром для реализации программ повышения квалификации и программ переподготовки. Поэтому хотелось бы обратить внимание на то, что не только высшие учебные заведения реализуют программы ДПО, а также и колледжи также предлагают соответствующие услуги образовательные для взрослого населения. Большое спасибо, Диана Романовна. И мне бы хотелось передать слово Мусихину Игорю Александровичу, проректору по международной и инновационной деятельности одного из старейших сибирских вузов, который ведет подготовку специалистов в сфере инженерных изысканий уже более 80, если я не ошибаюсь, лет. Это Сибирский государственный университет геосистем и технологий. Игорь Александрович, вы нас слышите? Добрый день, коллеги, я вас слышу. Здравствуйте. Видно ли и слышно ли меня? Да, Игорь Александрович, видно слайды. Мы вас видим. Пожалуйста, слушаем ваш доклад. Уважаемые коллеги, Александр Петрович должен был выступать докладчиком, ректор нашего университета, но, к сожалению, его пригласил к себе губернатор, и он вынужден был уехать. В нашей презентации она несколько отличается от того, что я слышал от предыдущих двух докладчиков. Мы постарались сделать небольшой анализ того, на что обращают внимание наши коллеги за рубежом во многих странах при разработке профессиональных стандартов, и как это соотносится с тем, что в последнее время мы можем наблюдать в тех профессиональных стандартах, которые появились в России. Я буду говорить о двух специальностях. Это геодезия и картография и геоматик. Я бы хотел акцентрироваться в своем выступлении на трех моментах. Момент номер один. Хотелось бы показать вам, что значимо для наших зарубежных коллег, когда они говорят о разработке профессиональных стандартов. Момент номер два. Чем их профессиональные стандарты принципиально отличаются от наших. И момент три. Что, возможно, следует принять во внимание при разработке или обновлении наших профессиональных стандартов. Итак, на этом слайде представлена информация того, что считают наши коллеги за рубежом главным, самым значимым в профессиональной сфере деятельности такого специалиста, как геодезист. Помимо традиционных, понятно, деятельностных, профессиональных знаний, навыков и компетенций, я бы попросил обратить ваше внимание, что очень много уделяется, извините за тавтологию, внимания наших коллег к межличностному общению, к коммуникации, к способности специалистов к самообучению, к лидерству, а также способности и умения выдвигать идеи. Это первое. Второе. Давайте посмотрим на то, из каких блоков состоят их профессиональные стандарты. Но вот здесь, если мы говорим о геодезии, то эти профессиональные стандарты, вы видите, приняты в Соединенных Штатах Америки, Латинской Америке, Канаде, странах Карибского бассейна, Австралии, Новой Зеландии, Европе, Центральной, Северной Африке, Китае, а также во многих азиатских странах. Их стандарты, как правило, состоят из трех частей. Это кажется крайне логичным. Три части. Первая часть, базовые компетенции описываются, без чего невозможно осуществлять профессиональную деятельность. Далее, основные компетенции, то, с чем наши специалисты сталкиваются при выходе на работу. И третий компонент, это так называемые дополнительные компетенции, то есть специализация на каждом производстве. Очень логичным кажется вот именно такая структура при построении профессионального стандарта, потому что она поднятна и, ну, я говорю о высшей школе, понятно высшей школе, на что обращать внимание. То есть у нас есть база, базовые компетенции, без чего невозможно осуществлять профессиональную деятельность. У нас идут основные компетенции и дальше уже специализация. Это как осуществляется за рубежом. Теперь, как осуществляется у нас. Мы также просмотрели профессиональный стандарт по геодезии. Он состоит из четырех блоков. В основном, не в основном, а все четыре блока, это деятельностные блоки. То есть первый блок – выполнение инженерно-геодезических работ и перечисленной компетенции. Второй блок – обеспечение инженерно-геодезических работ. И еще два блока – техническое руководство и контроль инженерно-геодезических работ и планирование управления инженерно-геодезическими работами. Если посмотреть на эти четыре блока, они по своей роли равнозначны. Крайне сложно выделить, конечно, в высшей школе специалистов много, они поработают и посмотрят, что здесь является базой, что является основным содержанием, а что дополнительным. Тем не менее, такая структура наверняка имеет определенную логику, но сложно определить, что первично, что вторично. На следующем слайде мы обобщили те компетенции базовые, основные и дополнительные, которые позволяют подготовить специалистов в области геодезии за рубежом. И зеленым фоном выделено то, что совпадает по нашим стандартам и стандартам наших зарубежных коллег. Однако вы видите, что в основных компетенциях у нас абсолютно в стандартах не указывается опыт работы с контракторами строительства, управления закупками и финансами, а в дополнительных компетенциях это арбитражное разбирательство, банкротство, страхование, финансирование инвестиций в недвижимость, налогообложение и грантовая деятельность. Это мы посмотрели на довольно-таки большой ряд стран, но есть страны, предположим, Австралия, у которых есть немножко другие подходы при разработке профессиональных стандартов. Если мы будем сравнивать профессиональный стандарт в Австралии с нашим, то мы увидим, что у нас полностью они совпадают по тем компетенциям, которые требуются от профессионалов. И когда мы обобщили опыт Австралии и опыт других зарубежных стран, наложили его на Российскую Федерацию, мы увидели, что красным цветом выделено то, что у нас практически никак не учитывается. Хотелось бы обратить внимание, что предыдущий стандарт, но это все-таки опыт такой большой коллективной работы. Если наши коллеги за рубежом, а это принято большим количеством стран, в обсуждении этих стандартов приняло участие порядка 60 тысяч специалистов за рубежом, наверняка с тем же самым столкнутся и наши специалисты на производстве. Поэтому выделенные красным цветом компетенции наверняка необходимо каким-то образом учитывать и в наших профессиональных стандартах. Что касается подготовки геодезистов в Российской Федерации, здесь те же самые деятельностные компетенции, то есть проектирование, производство, управление. И если мы посмотрим на сравнение, можем заметить, что практически один в один совпадают те же компетенции, западают в наших профессиональных стандартах по сравнению с нашими зарубежными коллегами. И в завершение своего выступления я привожу те 10 компетенций, которые никоим образом, к сожалению, возможно, косвенно и учитываются при подготовке специалистов, чтобы они могли действовать в сфере своей профессиональной деятельности. Но, возможно, следует обратить внимание разработчикам профессиональных стандартов на то, чтобы эти компетенции и знания появились в них при их обработке либо обновлении. У меня все. Надежда Александровна, если... Игорь Александрович, да, благодарю вас за доклад. Игорь Александрович, значит, проректор Сибирского государственного университета геосистемы технологий. Я бы просила Ольгу Михайловну, если Ольгу Михайловну на связи, прокомментировать, да, то есть вопрос, поставленный Игорем Александровичем, звучит следующим образом, что у нас, значит, существуют общие компетенции hard и skills, да, извините, hard и soft компетенции. hard – это профессиональные, soft – это общие. И Игорь Александрович обратил внимание на то, что мы в профессиональных стандартах, при их разработке не учитываем soft компетенции, общие компетенции. Мне бы хотелось, чтобы Ольга Михайловна пояснила, значит, именно вот этот вопрос. Ольга Михайловна, вы на связи? Я на связи, слышите меня, да? Да. Ну, в самом деле мы говорим, что мы не учитываем эти мягкие общие компетенции в профессиональных стандартах, мы говорим, что это заложено у нас уже в образовании, то есть у нас в профессиональном стандарте есть требование к образованию, где, по идее, все, что было заложено в образовании, должно быть учитывать эти мягкие компетенции. Потому что в профессиональном стандарте мы описываем профессиональную деятельность. Это один момент. Однако иногда, если вид деятельности, мы знаем, что профессиональный стандарт у нас разрабатывается на вид деятельности, и если необходимы какие-то общие компетенции, знания и умения, это иногда в профессиональных стандартах прописывается в зависимости от вида профессиональной деятельности. Но мне кажется, Игорь Александрович, для СПК, в частности вашего, Надежда Александровна, дал очень хорошие предложения по актуализации профессиональных стандартов. Или хотя бы учесть это при, например, разработке новых стандартов, при обсуждении. Есть ли у нас на территории Российской Федерации действительно те умения и знания, или те компетенции, которые были предложены, и на это обратить внимание. Мне кажется, это очень ценно. Хорошо. Я бы хотела, на самом деле, назвать профессиональные стандарты, которые находятся сейчас в переработке, в актуализации, эти профессиональные стандарты, которые разрабатываются. Потому что для сферы инженерных изысканий это очень важный вопрос, поскольку, как я уже процитировала, сегодняшних выступающих на пленарном заседании, которые рассказывали о том, что есть потребность в открытии нового направления подготовки для высших учебных заведений, чтобы готовили специалисты именно для сферы инженерных изысканий, для градостроительной деятельности, поскольку все направления подготовки, они не в области строительства, а общие, геодезические, геологические. Мы знаем, что есть пять видов инженерных изысканий, они определены в постановлении правительства номер 20. Профессиональный стандарт ранее был разработан только один. Он назывался специалист в области инженерно-геодезических изысканий. Совместно с «Вне и труда» мы как раз провели его актуализацию. На сегодняшний день профессиональный стандарт актуализирован. Актуализирован совместно с Сибирским государственным университетом геосистемы технологий, за что я хотела бы выразить коллективу университета большую благодарность Александру Петровичу Карпику. Особенности мы смогли совместно во взаимодействии актуализировать профессиональный стандарт, чтобы он отвечал тем требованиям технического прогресса и рынка труда. Я надеюсь, что это получился все-таки очень качественный документ. Однако по другим видам инженерных изысканий, таких как экологические, гидрометеорологические изыскания, мы как раз сейчас разрабатываем профессиональные стандарты, делаем это в инициативном порядке на площадке национального объединения изыскателей и проектировщиков. И я думаю, что к концу года мы сможем уже на своем сайте, сайте СПК, опубликовать первые проекты профессиональных стандартов новых, такие как специалист в области инженерно-экологических изысканий, в градостроительной деятельности специалист в области инженерно-гидрометеорологических изысканий, для градостроительной области специалист в области инженерно-геологических изысканий. То есть по каждому виду изысканий инженерных у нас будет отдельный профессиональный стандарт. И самое главное, очень ожидаемый профессиональный стандарт специалиста по организации инженерных изысканий для градостроительной деятельности. Почему он очень ожидаемый? Я уже завершаю, как бы просто хотела об этом рассказать. Это очень важное направление нашей деятельности. В связи с тем, что на приз ведет реестр специалистов по организации инженерных изысканий, таким образом появилась такая профессия, поскольку если у компании нет двух специалистов, информация о которых внесена в реестр, который ведет на приз, то компания не имеет права вести профессиональную деятельность, работать на рынке. Она не может быть членом саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий. Поэтому очень необходима эта деятельность, формализация требований, квалификации специалистов. И эти документы, профессиональные стандарты, я привлекаю внимание всех участников нашего мероприятия к тому, чтобы поучаствовали в профессиональном общественном обсуждении этих проектов профессиональных стандартов. Вот что я хотела на самом деле рассказать про ту работу, которая сегодня ведется Советом совместно с ней труда. Ольга Михайловна, вы добавите что-нибудь еще к докладу Игоря Александровича по поводу профессиональных стандартов и моему дополнению, или мы будем переходить к следующему докладу? Переходим. Мне бы хотелось предоставить слово Алексею Викторовичу Евграфову, заведующему кафедрой экологической безопасности и природопользования Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Алексей Викторович, мы вас видим, да, даю вам, предоставляю вам слово, пожалуйста, презентацию. Здравствуйте, коллеги. Да, слушаем вас. Сейчас я пробую демонстрацию запустить. Да, пока запускаю демонстрацию. Хочу сказать о том, что, как видите, на сегодняшнем мероприятии у нас принимают участие и представители СПО, такие как Диана Романовна, да, значит, представители колледжа современных технологий, представители вузов, ветущих вузов в нашей стране, которые готовят геодезистов. Алексей Викторович, демонстрируйте, пожалуйста, да, мы видим вашу презентацию. Пожалуйста, вам слово. Я хотел бы поделиться опытом постановки инженерно-экологических изысканий на примере своего вуза, ну и также послушать, как преподавание этой дисциплины поставлено в других вузах. Дисциплина основы инженерно-экологических изысканий вошла в учебные планы направлений подготовки природообустройства и водопользования и экология природопользования более 10 лет назад в нашем институте в связи с введением в ГОС ВПО третьего поколения и с экологизацией образования вообще. Нашим студентам читаются лекции, организуются практические занятия и учебные практики и предлагаются также уникальные изыскательные проекты, как массовые во время и вне учебных практик, так и индивидуальные для сбора данных к выпускным квалификационным работам и текущим научным работам. В качестве методического обеспечения у нас имеется собственное учебное пособие, методические указания по выполнению контрольных работ и по проведению рекогносировочного обследования. Лекционный курс я всегда начинаю с обозначения места инженерно-экологических изысканий среди других видов инженерных изысканий. Об многообразии видов изысканий сейчас с вами было сказано. Я хотел бы обозначить место экологических изысканий. И у них есть своя специфика. Инженерно-экологические изыскания нацелены на определение безопасности предполагаемого строительства для окружающей среды. А другие виды изысканий, геологические, гидрологические, гидрометрологические, наверное, главной задачей имеют оценку потенциальных воздействий сил природы на сооружения. И это противопоставление открывает студентам видение многофакторности бытия и потребности учета не только технико-экономических, но и экологических, социальных, нравственных требований в проектно-изыскательной деятельности. Как бы не хотелось заказчику изысканий минимизировать смету и вычеркнуть из них экологическую часть. С целью формирования у студентов владения нормативной базой в области инженерно-экологических изысканий курс мы всегда начинаем с обзора основных положений и нормативных актов. О некоторых было тоже сказано. Городостроительный код, закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Приказ Минарегиона 624. Основные руководящие документы по изысканиям вообще и свод правил по инженерно-экологическим изысканиям в строительстве в частности. Студент должен понять цели и задачи изысканий, состав и этапы, стадии, виды документации. Мы стараемся дифференцировать преподавание в зависимости от направленности или, как раньше это называлось, профили образовательных программ. Допустим, ребятам, которые учатся по управлению водными ресурсами и водопользованием, это бывшая специальность КИВАР, логично больше рассказывать про изыскания на прединвестиционной стадии. Для студентов природоохранному обустройству территорий расширено давать территориальное планирование. А для ребят, обучающихся природоохранным гидротехническим сооружениям и инженерным системам сельхозводоснабжения, больше останавливаться на стадии обоснования инвестиций строительства и на проектной стадии. В этом первом разделе курса я даю небольшой обзор нормативов в области природоохранного обустройства, водопользования, экологии, потому что у первого направления дисциплины нормирования нет, а студенту надо вложить обязательно понимание того, что просто измерить какое-то значение показателя состояния окружающей среды или какое-то воздействие, это мало. Нужно это значение оценить, а критериями для оценки являются как раз нормативы. Мы проводим дифференциацию преподавания по профилям еще и во втором разделе курса, когда дело доходит до рассмотрения методик полевых и лабораторных исследований. Ну, наверное, как и в других вузах, в тематическом плане присутствует изыскание в отношении водных объектов, в отношении атмосферного воздуха, почв, наземных экосистем. Соответственно, водникам можно давать больше про и природных вод, ребятам по управлению земельными ресурсами, соответственно, больше почвы и так далее. Но не в ущерб рабочей программе в целом. Потом у нас заряжены бывают практики, учебные практики в теплое время года. И самое, пожалуй, интересное, я хотел бы рассказать о больших проектах, которые начала моя кафедра 10 лет назад, в которые были вовлечены студенты массово целыми потоками. Вот первое такое большое изыскание, широкомасштабный проект был в далеком 2011 году проведен в формате общественного экологического контроля. Мы более 200 студентов вне учебной практики, во время семестра привлекли к этому проекту. Они с удовольствием обследовали водоохранные зоны рек города Москвы. Небольшими бригадами обследовали участки длиной 10-15 километров, выявляли источники загрязнения, проводили экологическое описание и фотодокументирование. По форме эту работу можно отнести к рекогностировочному обследованию, но те материалы, которые ребята получили, они в дальнейшем использовали в своих полноценных научных работах на третьем-четвертых курсах, дополнили их детальным обследованием, пробоотбором, анализом. У нас хорошо гидробиологическая часть детального обследования поставлена, и гидрохимическая тоже. Мы смогли разобраться вообще с общественным экологическим контролем как ведом деятельности и поняли, что в целом общественный экологический контроль не очень хорошо сейчас работает. На бумаге, да, это отличный механизм для воздействия на чиновников, потому что акт общественного экологического контроля, он обязателен для рассмотрения, когда его сдаешь в соответствующий исполнительный орган, чиновник обязан на него порреагировать. Но по факту получается так, что профсоюзы отстранены были в начале нулевых от проведения общественного экологического контроля, а в ответ на заявления граждан из органов власти приходят просто отписки. В своем проекте мы обследовали 100-метровую водоохранную зону. Ребята фотографировали потенциальные источники загрязнения, оценивали в первом приближении экологический вред, и мы разработали для этой рекомендустировки такую вот критериальную шкалу. Зелеными точками безопасные объекты помечали, белыми те, к которым не было доступа, невозможно было через забор перебраться, или, допустим, сток в целом благополучный, в реку идет, без запаха, без цвета, недефицированные объекты белыми помечали. Потенциально опасными считали гаражи, автомойки, свалки мусора, которых не должно быть возле реки. А красными опасными объектами обозначали те, которые реально опасны, даже безо всяких приборов, невооруженным глазом можно увидеть и желтые пенистые стоки, которые вливаются в реку, и загазованность, и переуплотненные газоны, на которых раньше, 10 лет назад, зачастую парковались машины и разворачивались грузовики. Очень много источников неблагополучия обнаружили в водоохранных зонах московских рек. Мы учили ребят правильно оформлять отчеты по изысканиям, не допускать в них каких-то субъективных суждений, а уметь описывать то, что они видят словами, комментировать фотографии без каких-то натяжек. То есть специалист по природообустройству, водопользованию, ну и вообще специалист, инженер должен уметь давать словесное описание фотодокументу, видеозаписи. Вот образец приложения к отчету на следующем слайде. Мы эту работу продолжили и в последующие годы, но упор сделали уже не на тренировочные моменты и не на отработку общественного экологического контроля, а на образовательные моменты и воспитательные. У нас подключились к этой работе не только студенты-второкурсники, но и школьники, ребята из колледжей. Мы повторили эту работу на следующий год и провели несколько семинаров с широким кругом участников. Что интересно, в Москве даже по прошествии всего одного года очень многое изменяется на водоохранных зонах. Где была стройка, она уже закончена, объект стал из потенциального опасного в безопасный превратился, если это жилой дом какой-нибудь построили. Или наоборот, год назад была зеленая зона, а в этом году там все разрыто и видны признаки экологического неблагополучия. Эта работа оказалась полезной и для преподавателей, и для студентов. Благодарю вас за внимание. Спасибо, что дали возможность выступить. Алексей Игоревич, спасибо большое за интересный доклад. Это, безусловно, вопрос инженерно-экологических изысканий для строительства, для градостроительной деятельности сегодня имеет огромнейшее значение, поскольку происходит техногенез, то есть изменение окружающей среды под воздействием производственной деятельности человека, быстро меняются города, ускоряются процессы строек, и, к сожалению, факторы неблагоприятные. Также у нас очевидны программы подготовки по направлению экологических изысканий имеют огромнейшее значение не только для градостроительной деятельности, а для того, чтобы человеку было комфортно жить в городах, в агломерациях и в населенных пунктах. Поэтому большое спасибо за доклад, очень интересно. Значит, соответственно, мы выложим все презентации также вместе с записью нашего круглого стола. Так, я прошу следующего, значит, выступающего. Это представитель Мигайка, декан, исполняющий обязанности декана факультета картографии и геоинформатики Московского государственного университета геодезии и картографии Загребина Глеба Игоревича подготовиться к выступлению. Глеб Игоревич, вы с нами? Да, я слышу. Да, пока вы загружаетесь в свою презентацию, я дам небольшую информацию. Значит, что всего в России на 2019 год в России реализуют программы высшего профессионального образования по направлениям в сфере инженерных изысканий порядка 104 учреждений высшего образования. В 2013 году эта цифра была 92. Но, тем не менее, все-таки ведущие вузы, которые у нас на сегодняшней площадке присутствуют, конечно, в общем-то, являются такими основными, значит, за кем политика образовательная в нашей сфере инженерных изысканий уже в стране, так сказать, реализуется. Глеб Игоревич, я вас прошу, доклад. Спасибо. Так, видно, да, презентацию? Да, презентацию прекрасно видно. В Московском государственном университете геодезии и картографии совместно с Роскартографией, с Бугитом ведутся работы над созданием четырех профстандартов. Это специалист в области геодезии, специалист в области аэрофото-геодезии, специалист в области прикладной геодезии и тот доклад, который я буду делать, я – это специалист в области картографии и геоинформатики. Вот, как я уже сказал, что разработчики профстандарта ответственной организацией является Акционерное общество Роскартография, а организации разработчики профессионального стандарта – это Мегаик, СБугит и Совет по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительного и архитектурно-строительного проектирования. Стандарт уже прошел два и то послушаний, были доклады сделаны на конференции в Мегаик в мае месяце и на Геосибири в августе. Вот, сейчас я хочу представить третий доклад. Ну, актуальность создания профстандартов здесь, конечно, под сомнение не ставится, потому что, во-первых, по картографии его и не было, во-вторых, сейчас картография претерпевает, конечно же, огромные изменения именно в области инструментов создания карт, их проектирования, это использование активно геоинформационных систем, баз данных, различных систем автоматизации, поэтому стандарты мы объединили, как картография и геоинформатика, и ввели довольно-таки много новых направлений деятельности в этот стандарт. Востребовальность на рынке высокая. Ну, у нас по окончанию факультета, который я представляю, факультет картографии и геоинформатики, по специальности только порядка 95% человек, ну, вот всегда есть несколько человек, которые уходят в какие-то другие области, и это, в принципе, тоже хорошо на стыке наук, но говорит о том, что востребованность огромная, и даже бывает, когда уже новые какие-то к нам поступают предложения, да, от работодателей, уже и некого посоветовать из выпускников, потому что все уже устроились, работают по своим непосредственным обязанностям. Вот, ну, здесь представлен на слайде список основных организаций работодателей, куда идут как на производственную практику наши студенты, так и выпускники. Наименование вида профессиональной деятельности – это картография и геоинформатика у профстандарта. Основная цель вида профессиональной деятельности – это создание и использование картографических произведений, геоинформационных систем, баз, пространственных данных. Группа занятий – геодезисты, картографы и топографы. На данном слайде представлена таблица отнесения к видам экономической деятельности. Здесь, начиная от полиграфической деятельности, создания и издания атласов карт, и заканчивая созданием веб-порталов, довольно-таки широкий спектр задач, видов экономической деятельности. Основные трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт, у нас разделены на три группы, которые соответствуют определенным уровням квалификации. Разделена каждая группа на пятую, шестую и седьмую уровень квалификации и по трем трудовым функциям. Здесь сейчас я подробнее пройдусь по каждой обобщенной трудовой функции. Первое – это производство картографических и геоинформационных работ. Здесь уровень квалификации пятый, отсюда возможность наименования должностей и профессии – это техник-картограф, и требования к образованию – это среднепрофессиональное образование. И также, возможно, непрофильное образование, но с программами переподготовки специалистов. Требования к опыту практической работы и особых условий допуска к работе нет. Следующий уровень – это проектирование, редактирование, контроль качества картографической произведений, структуры, состава баз пространственных данных, геоинформационных систем и геопорталов. Здесь уже шестой уровень. Отсюда требования к образованию – это высшее образование, бакалавриат, либо среднепрофессиональное образование с программами переподготовки специалистов среднего звена. Ну, возможно, также непрофильное образование, бакалавриат, также с программой профессиональной переподготовки. Возможное наименование должностей – это картограф, редактор карт, редактор карт технический. Предъявление к опыту практической работы либо без, либо с три года, если из смежных областей. И третье – это управление производством картографических и геоинформационных работ. Возможное наименование должностей – это главный редактор, начальник цеха, начальник управления, главный инженер. Требования к образованию – магистратура, так как седьмой уровень квалификации. Либо непрофильное – это магистратура или специалитет. Не забываем, что у нас еще может быть и специалитет, хотя у картографа его нет, но у гидезистов есть. Но тогда нужно дополнительное профессиональное образование. Требования к практической работе не менее пяти лет в области картографии и геоинформатики. В принципе, по трудовым функциям все. По стандарту я кратко вам доложил. Спасибо за внимание. Да, значит, очень интересный доклад. На самом деле Глеб Игоревич задел такой интересный вопрос о том, что вообще у нас профессиональный стандарт содержит разные уровни квалификации, которые, по сути своей, дают возможность, дают траекторию для специалиста. То есть профессиональный стандарт – это документ, который определяет характеристику квалификации, необходимую для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. И специалист, который на пятом уровне получает образование в колледже, он дальше может в рамках профессионального стандарта развиваться дальше. То есть идти, получать высшее образование, поступать, завершать обучение в магистратуре, в аспирантуре. И, соответственно, на седьмом уровне квалификации это, собственно говоря, как правило, бывают очень серьезные требования к опыту работы. И вот, Ольга Михайловна, у нас, если в эфире, то мне бы хотелось спросить, все-таки прокомментировать именно возможность карьерного роста в рамках одного профессионального стандарта, чтобы слушатели понимали, что разницу между профессиональным стандартом и федеральным государственным образовательным стандартом, что это документы, которые имеют некую разницу и дают возможности для карьерного роста. Ольга Михайловна? Да, уважаемые коллеги. Ну, естественно, это два разных документа. И я уже сегодня говорила, что профессиональный стандарт это описание профессиональной деятельности. Конечно, у меня есть несколько вопросов. Может быть, там не совсем в макете было определено требования, но, собственно, исходя из того, что я не очень хорошо знаю деятельность и профессиональный стандарт, я полагаю, правильно только проходит, профессионально-общественное обсуждение. Но, однако, хочу отметить и обратить ваше внимание, что в каждой обобщенной трудовой функции, даже если и есть несколько траекторий, а это допустимо, нужно однозначно везде писать. Писать, если это или то, или другое, обязательно писать. Обращать внимание на наличие, на характер требований дополнительного образования. Я там видела в нескольких ОТФ дополнительное образование, повышение квалификации. Оно написано, я так полагаю, в требованиях к образованию. Так если оно обязательно и в какой-то обобщенной трудовой функции требование дополнительное образование обязательный характер носит, нужно однозначно вводить союз И и писать И. Это, казалось бы, мелочи, но, однако, были запросы даже из прокуратуры в Минтрут России, где требовали привести в однозначное прочтение требования в ЕКС и ЕТКС, а тем более в профессиональных стандартах. Когда мы прописываем несколько траекторий и вводим дополнительное образование, читаться должно быть однозначно. Я прошу вас обратить внимание на это. И, естественно, у нас уровни квалификации – это приказ Минтруда, и они у нас, мы принято их считать, что они являются у нас национальной рамкой квалификации. Ну, нужно обращать внимание, конечно, описание дескрипторов, соизмерять с описанием обобщенной трудовой функции, сопоставлять. И, естественно, у вас есть немного, но у вас уже стандарты есть, разработанные. И чтобы правильно определить уровень квалификации, конечно, обращайте внимание и на те стандарты, которые уже утверждены. Это вот одно. Ну, по поводу того, что вы разрабатываете четыре стандарта, я, конечно, не знаю их содержания, хотя, предполагаю, у вас тут есть прикладная геодезия, по-моему, да, специалист в области прикладной геодезии и аэро-геодезии. Да? Аэро-фотогеодезия. Да. А скажите, пожалуйста, а вот вы разделили на два стандарта, на два вида деятельности, а нельзя ли их объединить, допустим, и рассмотреть? Ведь мы знаем, что обобщенная трудовая функция, она представляет собой самостоятельную, автономную, структурную единицу. И мы говорим, когда применяем профессиональные стандарты, мы уже должны на это обращать внимание, не просто их разрабатывать, потому что так красиво, и образовательной организации так нравится. Ведь мы должны уже думать о том, как они будут применяться, профессиональные стандарты. У вас независимая оценка, я не знаю, будете вы, наверное, ее развивать дальше. Применение в сфере труда и в сфере образования. Это комплексно нужно к этому подойти. И вот, нет, я, конечно, не знаю, я просто, это мое предложение, вы рассмотрите, пожалуйста, это, ну, может быть, вы рассмотрите там объединение этих стандартов и там изложить специалиста в отдельной обобщенной трудовой функции. Все-таки это геодезия. Вы можете даже сейчас не отвечать, это вот просто к обсуждению, потому что вы же еще на этапе обсуждения все это проходите. Потому что, вы знаете, я не просто вам говорю, у нас были такие случаи, когда 10 профессиональных стандартов, утвержденных при актуализации, объединялись в 4. То есть при анализе, исходя из практики, применения их, и было принято решение вот объединить их, укрупнить. Конечно, укрупнять, я согласна, нужно до разумных пределов. Мы не забываем о том, что на основе профессиональных стандартов будут разрабатываться образовательные программы. Конечно, нужно подходить тут и найти тот оптимальный, оптимальное содержание, чтобы тот ключевой набор, чтобы он был интересен не только для сферы труда, но и для сферы образования. Здесь, конечно, нужно как-то комплексно подходить к этому вопросу. Спасибо, Ольга Михайловна, за комментарии. Да, коллеги. Да, спасибо за доклады. Мы сегодня с вами как бы обсудили не только программу подготовки в высших учебных заведениях, программу подготовки в колледжах. Вы слушали Минтруд, который, собственно говоря, как раз сегодня является федеральным органом исполнительной власти, который контролирует именно деятельность профессионального сообщества по разработке профессиональных стандартов, поскольку это право передано сегодня сообществу, да, то есть для того, чтобы устранить тот самый разрыв между, значит, системой образования, которая готовит специалистов, и рынком труда, собственно говоря, система и работает. Поэтому, конечно, необходимо прислушаться к Министерству труда для того, чтобы мы с вами все-таки выпускали качественные документы и документы, которые будут использоваться в дальнейшем и для актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, и для запуска программ, значит, дополнительного профессионального образования. Но мне бы хотелось сейчас предоставить слово человеку, который представляет именно работодателя, да, то есть поскольку именно работодатель дает нам таким образом через профессиональные стандарты, да, через, значит, в общем-то кадровое агентство, да, размещение там вакансий, запрос, потому что то, что существует проблема на сегодняшний день, да, есть нехватка специалистов в сфере инженерных изысканий для градостроительной отрасли для нас, для всех совершенно очевидно, значит, очень много размещено вакансий, есть потребность именно в подготовке специалистов для градостроительной отрасли, о чем я сегодня уже говорила. Мне бы хотелось предоставить слово представителю работодателя Галушкину, Игорю Викторовичу, кандидату геолого-минералогических наук, начальнику управления инженерных изысканий и экологических исследований акционерного общества Институт Оргэнергострой о кадровом обеспечении в сфере комплексных изысканий для строительства. Давайте услышим работодателей. Игорь Викторович, вы с нами? Так, Игорь Викторович. Так, 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 коллеги, вы меня слышите? Игорь Викторович, да, все, слышим. День добрый, коллеги. Вы меня слышите? Да. День добрый. Ну, в условиях, когда государство уходит от прямого управления в системе профессионального образования, а система профобразования серьезно пострадала за последние три десятка лет, роль общественных организаций принципиально меняется. Из позиции общего мнения оно становится уже фактически регулятором. Это, в частности, и деятельность, но приза в том числе. Ну, это как вступление к тому, что я хотел бы сказать. Институт Оргэнергострой, предприятие полного цикла изыскания, проектирования и строительства. 16 филиалов по России и за рубежом, более 3000 специалистов. Основная сфера деятельности – это атомная энергетика. Специалисты предприятия провели комплексные изыскания с получением лицензий на более чем 40 объектах использования атомной энергии в России и за рубежом. Компания, как и большинство компаний в России, испытывает недостаток кадров. Несмотря на наши тесные связи и с ФУЗами, мы пытаемся подпитать кадровый состав и практически со всей России, не только по Москве. Более 10 лет в профессиональном атомном сообществе обсуждается вопрос о необходимости отдельной специальности комплексной изыскания. Получается, что на рынке услуг такая услуга есть, а профессии такой нет. В настоящее время эту нишу занимают специалисты всех направлений – и геологи, и геодезисты, и экологи. Это просто люди с подготовкой выше среднего, готовые развиваться, готовые нести ответственность, которая обладает некими личностными качествами. Но это в принципе неправильно, потому что неся ответственность и за геологию, и за экологию, и за геодезию, они не обладают изначально полным образованием, позволяющим в полном объеме применять эти знания. Я бы сказал, что дополнительные курсы, которые проходят и наши сотрудники в том числе, конечно, расширяют кругозор, но глубоких знаний они все равно не дают. Это не должны быть какие-то временные курсы, это должно быть капитальное базовое образование. Потому что изыскание – это весьма значимый вид деятельности в сфере строительства. Я бы привел как правильный пример подход Международного агентства по атомной энергии, которое рассматривает изыскание как первый рубеж обеспечения безопасности атомного объекта. В принципе, можно так сказать о любом объекте, потому что на большинстве объектов гражданского строительства люди или живут, или работают, и вообще это потенциально опасные объекты. Необходимость в специалистах, способных организовать комплекс работ, оценить индивидуальность условий по широкому спектру природных и техногенных условий, с учетом проектных решений усугубляется общей ситуацией, которую можно назвать приближением к системному кризису. А именно, это падение профессиональных требований, это разрыв ответственности от замысла до строительства объектов. То есть, не будет открытием сказать, что изыскатель заинтересован в прохождении результатов главгус-экспертизы, но ни проектировщик, ни главгус-экспертиза никак не заинтересованы в реализации объекта, то есть в конечном строительстве. Главным требованием к объектам сегодня становится экономическая эффективность и, пытаясь ее достичь, на всех объектах жертвуют в первую очередь комплексными изысканиями и, собственно говоря, безопасностью объекта также. По сути, в специальности комплексные инженерные изыскания необходимо готовить не просто инженеров, а фактически сразу руководителей среднего звена. И требования в подготовке такого специалиста вряд ли будут вписываться в стандарты баллонской системы. Даже если не детализировать требования, а просто пройтись по основным запросам, это можно обозначить следующее, что базовой должна стать для такой специальности инженерной геологии и гидрогеологии, такой специалист должен иметь углубленные представления о геотехнике, экологии, гидрометеорологии, геодезии, техногенном процессе. Быть способным реализовать не только ту или иную методику изысканий, но и с учетом особенностей объекта быть в состоянии принятия и обоснования решений. Способность работать с нормативной документацией, в том числе и не только российской. Имеет навыки управления, планирования и организации работ. Имеет способность финансового анализа и бюджетирования. В принципе, интеграция экономики страны в международное сообщество неизбежна, а значит, необходимо ознакомление и знание, как происходят изыскания за рубежом, требования к изысканиям, требования к квалификации людей, которые могут работать на зарубежных объектах. Исходя из этого всего, длительность обучения, вероятно, не менее пяти-шести лет. И поскольку это подготовка фактически руководителя, то необходимо учитывать и некие личностные качества или, во всяком случае, пытаться их развить в процессе обучения. Поскольку руководитель не способный защитить свое мнение или мнение своих специалистов, его ценность становится весьма условной. Ну, опыт работы Орко-Анергостроя за последние 10 лет показывает необходимость в такой специальности, как комплексное изыскание. Это, в принципе, все, что я хотел сказать. Спасибо огромное, Игорь Викторович. Вы, по сути, в последнем завершающем выступлении нашей секции как раз и сформулировали тот посыл, который был сегодня на пленарном заседании выступающими, высокопоставленными выступающими руководителем отрасли, министром строительства озвучен и почетным ректором МГСУ также, что необходимо все-таки выступить с инициативой, чтобы инициатива исходила от сообщества, о том, чтобы было открыто новое направление подготовки. Направление подготовки, по сути, вы его назвали, это комплексное изыскание, видимо, для градостроительной деятельности. Мне бы хотелось всех участников сегодня спросить, кто сегодня выступал с докладами, насколько вы считаете правильным, если мы включим в резолюцию такую инициативу. Коллеги есть, желающие высказаться? Да, полемика очень допустима. Да, очень хорошая идея. Мне все, что вы сказали, я разделяю. Так, хорошо, спасибо. Коллеги? Надежда Александровна, Зайцева Михайловна, ну, конечно, это решение профессионального сообщества открыть новое направление или там новую специальность, это, конечно, это, наверное, здорово, потому что требуется, я думаю, что требуется большое количество специалистов, чтобы действительно подготовить. Но вы понимаете, что это должен быть и набор, я опять обращаюсь к вам как СПК, то есть здесь необходимо провести некие исследования. Я говорю, я высказываю свое экспериментное мнение, вы понимаете? Да, да, спасибо, я же призываю высказывать мнение. Вот, насколько это вот важно, потому что есть и законодательство об образовании нам допускает решать такие задачи путем дополнительного образования, программ дополнительного образования, есть программы повышения квалификации, которые, наверное, в данном случае, ну, может быть, и помогут, есть переподготовки, может быть, на базе какого-то образования, которое близко очень к данному направлению, можно провести переподготовку. Я не знаю, это, конечно же, ваше решение, то есть и решение СПК, я не просто сегодня говорила, что СПК является таким связующим звеном между сферой труда и сферой образования. Мы сегодня послушали и представителей сферы образования, и сферы труда, и поэтому вот здесь, конечно, вам и СПК, который ведущую роль играет в этих вопросах, в вопросах развития квалификации, подготовки кадров, конечно же, нужно совместно решить этот вопрос. Если действительно необходимо большое количество специалистов, то целесообразно, конечно, открыть там направление подготовки. Ну, инициировать. Возможности, да, используют программы дополнительного образования, по окончании которого, например, переподготовка это двух пятидесяти часов, это может быть и год, и два, на базе уже имеющегося образования, например, высшего с определенным направлением, получить что-то новое. Спасибо. Да, спасибо большое, Ольга Михайловна. Коллеги, кто-то желает еще высказаться по вопросу, есть ли потребность в, значит, инициации, да, нового направления, подготовки специалистов, возможно, бакалавров. Валерий Иванович Тилищенко, почетный ректор МГСУ, сегодня озвучил, что со следующего года открывается магистрская программа инженерного изыскания в строительстве. Значит, скажу, что на самом деле, ну, чтобы было понятно всем участникам, да, инженерное изыскание – это как бы первые этапы строительства любого, возведения любого объекта капитального строительства, видимо, и линейных сооружений тоже, да. То есть на сегодняшний день готовят по направлениям нефтегазовое дело, землеустройство и кадастры, горное дело, экология, природопользование, геология, технология геологической разведки и прикладная геодезия. Соответственно, сообщество говорит о том, что есть потребность не только в открытии программ переподготовки, значит, а еще и, значит, такого направления именно подготовки специалистов, бакалавров, да, значит, инженерное изыскание для градостроительной деятельности. Я предлагаю, собственно, внести эту инициативу в резолюцию, как инициативу, которую мы обсудили с вами на секции нашей в рамках сегодняшнего форума, российского форума изыскателей. Вот, и, соответственно, если желающих высказаться, значит, против этой инициативы не будет на сегодняшнем мероприятии. Коллеги? Разрешите? Конечно. Дмитрий Александрович, я буквально хотел сказать о трех вещах, но скажу о двух. Поддержав и Игоря Викторовича, который говорил о вычленении направления комплексное изыскание, и о Глебе Игоревиче, который говорил о подготовке четырех профессиональных стандартов. Здесь я бы хотел именно полемизировать с Ольгой Михайловной с точки зрения высшей школы. Почему я поддерживаю, мы поддерживаем это направление? Потому что после того, как пошло течение на объединение, укрупнение различных групп, высшая школа только проиграла. Вот однозначно проиграла. Мы все те заделы, которые были хорошие, сделанные в советское время, мы их потеряли. Просто потеряли. Я вот специально включил видеосвязь, у меня не очень хорошее освещение, но мы озаботились. Вот укрупненная группа, ядезия, дистанционное зондирование. Вот этим летом мы анализировали две наши магистерские программы. То есть это одна и та же укрупленная группа. Мы посмотрели. И вот этот анализ, каждая специальность по 150 страниц замечаний того, что не нужно делать. Вот если бы это было две разные группы, одна геодезия, а вторая дистанционное зондирование, качество высшего образования было бы гораздо лучше. Потому что столько, у меня, извините за слово, напихано во ВГО с компетенцией, что пытаются наши коллеги сейчас мудрить и думать, и приписывать, чего только можно в образовательной программе. Поэтому вот направление, формирование новых направлений с точки зрения высшего образования я поддерживаю. Когда у нас будут профилирующие кафедры, отвечающие за качество специалистов именно этого профиля, именно этого направления, а не укрупненные группы, тогда, с точки зрения высшей школы, мне кажется, образование у нас будет лучше. Спасибо. Игорь Александрович. Да. Да, спасибо большое. Коллеги, что я вас попрошу. Значит, у нас доклады закончились. Мне бы хотелось, чтобы вы на почту, я сейчас ее в чате напишу, на мою почту написали буквально пару слов либо про свой доклад, либо о предложении в резолюцию, потому что мне, может быть, сложно будет сформулировать как бы языком образовательным предложение, вот именно о том, о чем мы с вами договорились, что необходимо сформировать новое направление для того, чтобы готовить специалистов по комплексным изысканиям для градостроительной деятельности. Для того, чтобы я, значит, могла эти предложения направить организаторам, для того, чтобы их зафиксировали в резолюции, поскольку министр сегодня Владимир Владимирович Якушев нам пообещал, что он внимательно изучит резолюцию нашего форума и окажет всяческое содействие, которое может оказать министерство для того, чтобы эти задачи и планы, которые мы, значит, с вами решим, они действительно были реализованы. Также для того, чтобы я могла составить пост-релиз нашего мероприятия, мне кажется, мы сегодня с вами очень эффективно поработали, несмотря на то, что вот такой вот немножко необычный формат, формат дистанционный. Тем не менее, видите, смогли разные города, да, и, в общем-то, поделились и опытом, и проблематикой. Мне кажется, что получилось замечательное мероприятие, оно будет в записи, как я уже сказала. Вот, поэтому если у нас больше нет тем для обсуждения, как бы, да, мы ничего не хотим, значит, еще полемику устроить по каким-то вопросам, которые сегодня обсуждались, то, соответственно, прошу вас, значит, дать мне обратную связь. Я вот сейчас в чате, значит, запускаю свою почту, да, и очень буду вам признательна, если вы поможете мне предложение в резолюцию сформулировать. Коллеги? Ага. Хорошо, попробуем. Большое спасибо. Значит, я вас очень благодарю и от приза, и от МГСУ, на площадке которого мы сегодня смогли обсудить, значит, вопросы подготовки специалистов для инженерных изысканий в сфере строительства. Огромная благодарность Ольге Михайловне Зайцевой, которая нашла время, значит, для того, чтобы рассказать о новых механизмах в национальной системе квалификации профессиональных стандартов. Конечно, мы все уже знаем, что это очень такой важный для нас документ, да, но в то же время, конечно, все приходит, как говорится, что тренируется, то и развивается, да, то есть все равно процесс применения профессиональных стандартов требует времени, и процесс их актуализации, и разработки требует, конечно, времени, да, вот, поэтому не все сразу, но поскольку у нас уже сформировалось профессиональное сообщество, да, есть площадка Совета по профессиональным квалификациям, то я предлагаю, как бы, не просто завершить наше мероприятие тем, что вот мы поговорили друг друга, услышали, выработали какие-то предложения, но продолжить нашу дискуссию на площадке именно нашего Совета по профессиональным квалификациям. У нас есть свой сайт, есть своя почта, и, собственно говоря, поскольку наша совместная задача состоит в том, чтобы в отрасли были специалисты, чья квалификация соответствует требованиям рынка труда, чтобы в следующий раз, когда мы с вами встречимся, уже нам работодатели сказали о том, что, да, действительно, на предприятие приходят специалисты, которые нужны. Вот, для этого я предлагаю продолжить нашу дискуссию, приглашаю к обсуждению профессиональных стандартов, которые разработаны и нами, которые разработаны коллегами, вот, и, соответственно, для того, чтобы эти профессиональные стандарты реализовывались через программы образовательные, реализовывались во время процедуры независимой оценки квалификации, о которой мы сегодня не сказали, но которая, значит, является новым для отрасли, конечно же, механизмом подтверждения квалификации специалиста, да, через профессиональный экзамен, и именно совет по профессиональным квалификациям, который, в общем-то, я представляю, эту задачу и решает. Вот, поэтому благодарю вас, огромное вам спасибо за доклады, всю информацию мы разошлем, когда будет ссылка, да, на запись, вот, и надеюсь, что мы продолжим наш диалог уже, значит, в обычном режиме. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо. Все хорошо. Спасибо. Берегите себя. Всем здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok